Мы люди почти порядочные, начали позже, зато закончим вовремя! АПЛОДИСМЕНТЫ Состав команды неоднократно менялся. Артисты уходили, но многие возвращались. Итак, просим любить и жаловать. У нас в гостях ведущие артисты проекта «Кривое зеркало». Актер, писатель, режиссер Виктор Разумовский стоял у самых истоков телевизионной программы. Еще в 1997 году он стал создателем коллектива «Братья по разуму», который был частым гостем «Кривого зеркала». Юмористическое трио, в состав которого вошел сам Виктор Разумовский, российский и украинский актер и юморист Михаил Церешенко и российский артист эстрады, ведущий юморист Александр Морозов, стала любимчиками публики. Мы за основу взяли всеми нами любимую передачу «Спокойной ночи, малыши» и представили, как бы она выглядела бы, если бы ее вела бы Анфиса Чехова. Тема нашей сегодняшней передачи – предварительные ласки. Среди гостей в Керчь приехал и заслуженный артист Российской Федерации, куплетист и юморист Михаил Вашуков. А также советский и российский оперный певец, актер театра, кино и эстрады, солист Большого театра Вячеслав Войнаровский. «Спокойной ночи» Решили поздороваться со знаменитыми людьми и взять автографы. Во время ужина в ресторане «Гранд Ферранда» гости приоткрыли занавес и немного рассказали о себе. Проект «Кривой зеркал» первый раз посетил Ваш славный город. И очень приятно, что мы приехали сюда, в Россию. Это вдвойне приятно. Мы вообще на такой волне патриотизма, честно говоря. Это город-герой. Ну вообще здорово, зрители потрясающие, очень хороший прием. Наверное, по нам соскучились. Артисты поделились, что для того, чтобы оставаться на плаву, приходится каждый раз выдумывать что-то новое, необычное, удивлять своего зрителя. Только так, возможно, 12 лет быть популярными. Ну не знаю, я уже мытьем и катанем стараюсь, чтобы меня не забыли. Я уже с вышки даже прыгаю в воду не видели. Проект был такой на Первом канале, назывался «Вышка». Лишь бы, чтобы вот хоть чуть-чуть популярности прибавить. С появлением интернета пространство сжалось до, не знаю, до спичечной головки. Где-то что-то кто-то сказал, через секунду уже об этом все знают. Хочется сказать, что вне сцены артисты не выходят из роли и продолжают шутить, смеяться и поднимать настроение всем, кто находится рядом. Однако о культурном центре Керши, в котором пришлось выступать, юмористы отозвались сарказмом. Огромная благодарность руководству театра за то, что они наконец-то подцепили на сцене кондиционера. Благодаря за то, что они его не включили. Но несмотря на долгую дорогу, ограниченное время и состояние сцены, на которой пришлось выступать, артисты продолжают улыбаться, делая комплименты зрителям, городу и нашей съемочной группе. Вы очень хорошие. Мы вас сильно полюбили. Но пасаран, патриум уэрта. Сегодня мы с вами познакомились с артистами проекта «Кривое зеркало». Надеемся, что вскоре мы их снова увидим в нашем прекрасном городе.